Армасес, но вначале коротко о главном. Большой огонь настиг барахолку. О масштабах пожара расскажут наши корреспонденты. Несогласны с компенсацией. Это одна из тех автозаправочных станций, из-за которой подрядчики приостановили работу на трассе Алматы-Бишкек. Узнаем, почему в Алматы затянулось строительство транспортной развязки близ рынка Алтынорда. Хлопок, хурма, гранат, тыква и даже инжир выращивают в Казахстане. У меня отбирают территорию, хотя я столько сил и времени сюда вложил. Садовод из Алматинской области рискует потерять дело своей жизни. Крупный пожар сегодня тушили в Алматы. Возгорание произошло на территории оптовых складов в районе барахолки. Горели металлопластиковая продукция и автомобильные шины. Огонь уничтожил десятки тонн нереализованного товара. Огромные клубы дыма были видны даже в отдаленных районах города. Для борьбы со стихией пришлось задействовать авиацию и два десятка пожарных расчетов. С места происшествия репортаж Карлыгаш Минаяковой. Как говорят очевидцы, пожар начался около двух часов дня. Загорели складские помещения, находящиеся рядом с рынком Минза. В пожарном течении двух часов удается сдерживать огонь на площади 3000 квадратных метров. Кроме этого, дополнительно были использованы два вертолета. Клубы черного дыма, рвущиеся в небо в районе барахолки, заметили все жители города. Горела металлопластиковая продукция, тюкованная мешкатара, автомобильная резина. На борьбу с огнем срочно выехало 64 сотрудника личного состава и 20 единиц техники ДЧС Алматы. Пожар очень быстро распространился на большую площадь. Мы изначально предварительно давали около 3000 квадратных метров. Но сейчас мы уже достаточно долго сдерживаем этот пожар на одной площади. Дыму стало поменьше. Мы видим, что площадь будет значительно ниже. Привлекли авиацию. Работают два вертолета службы спасения города Алматы. Один из них. Второй – это КЧС МВД Республики Казахстан. На тушение пожара участвовали 15 водовозов. Они обеспечивали бесперебойную подачу воды. Также были задействованы сотрудники полиции около 40 человек на 15 единицах транспорта. Они отводили транспорт по Северному кольцу и препятствовали допуску к складам гражданских лифт. Очевидцы рассказывают, сначала было задымление, а потом начался пожар. Я после джума-намаза приехал примерно в два часа. Два часа приехал, и здесь началась такая заваруха. Уже я начал звонить ребятам, что здесь склад горят, потому что мы сами арендуем здесь склад. Мы здесь уже освобождали свое помещение, потому что мы сами боялись, что у нас уже перенесется пламя на наш склад. В настоящий момент пожар локализован. Угроза распространения снята. К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Строительство транспортной развязки близ рынка Алтынорда затянется еще на несколько месяцев. Причина – несогласие владельцев сносимых бизнес-объектов с суммой компенсации. Спор между районным акиматами и предпринимателями уже рассматривают в судах. В результате строительные работы приостановлены сразу на трех участках трассы Алматы-Бишкек. Ситуацию разбиралась Жанна Тайтенова. Это одна из тех автозаправочных станций, из-за которой подрядчики приостановили работу на трассе Алматы-Бишкек. По словам юристов, хозяева автозаправок не согласны с суммой компенсации, которую им определили в районном суде. По задумке проектировщиков, транспортный узел должен был полностью разгрузить движение близ рынка Алтынорда. Но прошло уже два года, а водители изменений на участке так и не почувствовали. Стройка была приостановлена из-за конфликта между подрядчиками и владельцами бизнес-объектов. Решение районного суда фактически дало право на снос и выплаты. Но местные власти с таким решением не согласны. Они подали на предпринимателей апелляции в областной и верховный суды. Те, в свою очередь, подали ответные иски. В итоге работы снова пришлось приостановить. После окончания судебного заседания и получения решения будет проводиться дальнейшая работа. Ввиду того, что судебное заседание окончено, срок рассмотрения гражданского дела обычно может затянуться на месяц, на два. В связи с тем, что дальнейшее строительство дороги именно в этой части, где расположены автозаправочные станции, будет приостановлено. Хозяева автозаправок объясняют, что сумма компенсации, которую предлагает районный Акимат, слишком мала. Эти деньги не покроют даже часть кредита, который владельцы брали на развитие бизнеса. Данные объекты находятся вообще в залоге в банке. Мы говорим, нам лишнего ничего не надо. Нам хотя бы, чтобы мы могли окупить залоговую стоимость. Потому что лично дальше мы будем сами тогда оплачивать, если за 5 миллионов изымут, объект целый такой. Соответственно, остальной сумму уже повиснет на компании, которая должна. Соответственно, мы уже с первой инстанцией согласились. Однако Акимат не согласился, посчитал, что это много и подал на нас апелляцию. Несмотря на судебные тяжбы, заверили в компании «Казавтожол», которая отвечает за строительство транспортного узла, на других участках кипит работа. Процесс стройки находится на контроле областного Акимата. Подрядчикам поручили в кратчайшие сроки снести строение, по которым принято решение, а действующие бизнес-объекты вдоль рынка привести в порядок. У нас перед Алт-Нордой все вот эти киоски, контейнеры будут убираться, и будет однотиповый вот этот забор. Дальше там у нас стоит за Алт-Нордой еще автомойка. Вот его мы сейчас в эскизных проектах тоже подготавливаем. Строительством развязки сейчас занимаются около 200 человек. Задействовано 50 единиц спецтехники. Расширять дорогу около Алт-Норды будут до 10 полос. По плану этот объект обещают сдать к 2021 году. В некачественном ремонте дворов и детских площадок обвинили подрядчиков жителей сразу двух микрорайонов Алматы. Выяснилось, что в прошлом году частники провели строительные работы в «Казахфильме» и «Алмагуле». Заменили бордюры, установили качели, но спустя год все пришло в непригодность. О жалобе жильцов и реакции районных властей в материале Алтеншар Смагуловой. Ремонту своего двора жители микрорайона «Казахфильм» были очень рады. Ведь для досуга детей создали все условия. Качели, горки, а для тех, кто постарше, и вовсе разбили собственное поле с мягким покрытием для игр с мячом. Однако спустя всего год площадка начала быстро ветшать. Бордюры сыпятся, а футбольная сетка разрывается от ударов мячом. Наш подрядчик «Алатау Констракшн» обанкротился. И 11 мая Аким Бостандыкского района обещал, что будет подыщена другая компания подрядчика, которая будет вести ремонт того, что сделали некачественно. Например, дети играют в футбол, бьют мячом по сетке, сетка тут же разрывается, и в ней появляются дыры. Почти аналогичная история и у жителей микрорайона «Алмагуль». С момента ремонта двора прошло и вовсе меньше года. Теннисные столы заржавели, а мягкое покрытие детской площадки пестрит дырами, через которые проглядывает асфальт. Я хожу с внуками сюда, но площадка не совсем, как говорится, в таком состоянии, что надо ее доделать. Видите, как много местов, где недоделки есть. Очень много местов недоделки. Поэтому требует больше. В прошлом году нам благоустраивали двор. Позднюю осенью работы проводили. Как раз дожди были, снег даже шел. А весной уже покрытие наземное пришло в негодность. Видите, все поднялось, вздулось. Новые детские площадки принимали сотрудники Бостандыкского акимата. Говорят, что недоделок или фактов брака замечено не было. Согласно договору, подрядчик еще в течение двух лет после ремонта несет обязательства. Устраняет дефекты за свой счет. В 2018 году в Бостандыкском районе отремонтированы 130 дворов. Принимают их заказчик вместе с техническим надзором. Подрядчики несут ответственность за детские площадки еще в течение двух лет. В случае, если жители обнаружили дефекты, могут сообщать об этом в районные акиматы. За последние три года в Алматы отремонтировано около полутора тысяч дворов. В этом году в плане благоустройства еще 700. Попытки подорвать единство народа и дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Так, сегодня Касым Жумар Токаев прокомментировал слухи о переносе китайских предприятий на территорию нашей страны. Уступая с приветственной речью на первом заседании Национального совета общественного доверия, президент заявил, что информация о продаже казахстанских земель иностранцам тоже фейковая. Сама встреча длилась несколько часов. Предложения изучали самые разные от проблем в сфере образования до пенсионных накоплений. Гульнас Мустафа передает из столицы. Первое заседание надсовета открыл Хасым Жумар Токаев. Президент обозначил наиболее актуальные вопросы социально-экономической и общественно-политической жизни страны. Государство обязано слушать своих граждан и, главное, слышать их. Нам нужно перезагрузить социальную политику государства. Национальная экономика должна быть ориентирована на реальное благосостояние всех наших граждан. Другими словами, государство для граждан. Она должна быть эффективной в том смысле, что распределение доходов государства должно стать более справедливым. После речи главы государства слово взяли члены Национального совета, которые вошли в рабочую группу по модернизации. Они озвучили самые актуальные на сегодня вопросы. Главный из них – земельный. Население против продажи и сдачи в аренду земли иностранцам. Одно из предложений – начать спутниковый мониторинг свободных участков. Затронули и сферу образования. Мы бы хотели сфокусироваться на таких ключевых вопросах, развилках критических, в которых нет комплексных решений. Вопрос с пенсионными избережениями казахстанцы вообще требуют тщательного анализа, считают участники дискуссии. К примеру, за первое полугодие этого года реальный доход активов НПФ составило всего 0,09%. Уровень накоплений тоже очень низкий. 6,6 миллионов казахстанцев имеют накопление до 1 миллиона тенге. А свыше 5 миллионов тенге только всего 282 тысяч человек. То есть мы видим, что за 21 год существования обязательного накопительного элемента он не заработал. Члены Национального совета общественного доверия сошлись во мнении, что нужно внести изменения в действующие законодательные акты. Многие из них не отвечают сегодняшним требованиям. После обсуждения наиболее актуальных вопросов социально-экономической и общественно-политической жизни, глава государства отметил, что нужно перезагрузить социальную политику государства. Национальная экономика должна работать на реальное повышение благосостояния всех казахстанцев. Гульназ Мустафан, Нурлан Утигенов, телеканал Алматы, Нур Султан. Вы смотрите новости на телеканале Алматы. Мы продолжаем выпуск. Трагедия едва не произошла во время Кокпара в поселке Береке Алматинской области. Любители национальной игры устроили скачки прямо на улицах аула. В этот момент там было много детей. Их чудом не затоптали лошади. Однако пострадал мужчина, а он получил травму головы. Местные жители хотят написать заявление в полицию с требованием наказать наездников и организаторов турнира. Жена Тайтинова продолжит тему. На кадрах, снятых в конце прошлого месяца, молодые люди на резовых лошадях мчатся по улице села, сметая все на своем пути. На призывы односельчан устраивать скачки подальше от живого сектора всадники даже не среагировали. По словам местных жителей, в тот вечер на улице играли десятки детей. В момент, когда начались скачки, малышей едва удалось завести во дворы. Детям постарше пришлось спасаться, прижимаясь к заборам. В результате неуправляемые всадники ранили мужчину, ударив его камчой по голове. В прошлом году сельские коппаристы повредили несколько автомашин, припаркованных на обочине дороги. Такие опасные для жизни скачки наездники здесь проводят частенько, жалуются местные жители. Когда я увидела скачущих на лошадях людей, сразу позвонила домой и сказала мужу, чтобы он завел детей в дом. Мой деверь пытался объяснить всадникам, что нельзя скакать по улице, где играют дети. Но кто-то из всадников ударил его камчой по голове. Рана сильно кровоточила. Затем мы пошли в опорный пункт и хотели написать заявление. Но нашего участкового не оказалось на месте. На звонки он тоже не отвечал. На случившееся тут же среагировали в общественном объединении коппаристов. Там считают, что сначала организаторы должны получить разрешение Акимата. В каждом посёлке для проведения национальной игры есть специально отведённые места. К подготовке таких состязаний необходимо относиться очень серьёзно. В частности, позаботиться о безопасности зрителей, говорит глава объединения. «Вообще мы запрещаем проводить скачки в населённых пунктах. Это очень опасно как для жителей, так и самих спортсменов. У нас за пределами посёлка есть специальный стадион. Когда мы проводим коппар, в первую очередь предупреждаем Акимат и просим на время проведения соревнований обеспечить безопасность людей и предоставить одну машину скорой помощи с медиками». В сельской администрации утверждают, таких случаев раньше в посёлке не было. А проводить скачки, как выяснилось, Акимат не разрешал. «Этот кокпар давали не с нашего Ельтайского сельского округа. На данный момент выясняется, кто давал кокпар. По выяснению обстоятельств, дальше будет дело передаваться в МВД на разбирательство». В Акимате пообещали обязательно найти виновных и установить все обстоятельства инцидента. В департаменте полиции области заявили, что участников скачек могут привлечь к административной ответственности. «По видео, где видна группа всадников на лошадях в населённом пункте, организована проверка. В случае поступления официальных заявлений будут приняты соответствующие меры». Сами же жители намерены написать заявление в полицию с требованием привлечь всадников к ответственности за опасные игры. А пока люди боятся выпускать своих детей на улицу и соображение безопасности. Жанна Тайтинова, Мурат Тайжанов, телеканал «Алматы». И сегодня же стало известно, что полиция уже отреагировала на данный случай и наказала виновных, вернее их нашла и оштрафовала. В индустриальной зоне Алматы появилось ещё одно высокотехнологичное предприятие. Там будут выпускать бетонные изделия и сухие смеси с использованием европейских технологий. На строительство завода ушло около 8 месяцев и 2,5 миллиарда тенге. На открытии предприятия побывала Рамина Мирзалимова. Новый завод заметно отличается от аналогичных оборудований. Закупали в Италии и Германии. В одну смену здесь будут выпускать свыше 4000 брусчаток и больше 4 километров дорожных бордюров. Главный акцент сделан на качество продукции. Спрос, конечно, есть на продукцию. Главное сегодня нашему покупателю – это качество. Завод последнего поколения полностью цифровизированный, компьютизированный. И, естественно, у нас получается, что человеческий фактор практически не присутствует. Работают здесь всего 26 человек. Все они прошли двухмесячное обучение. К слову, цветовую палитру продукции заказчик может выбрать на любой вкус. Срок гарантии качества – 5 лет. Поставщиков тоже выбрали не случайно. Немецкая компания является мировым лидером по производству строительных материалов. Мы поставили полностью автоматическую линию РХ-1500-3, которая выпускает двухслойную плитку любого размера. Может Color Mix выпускает многоцветную плитку, может делать бордюры. То есть это универсальная машина, которая… Мы ожидаем, что она здесь от 15-20 лет будет работать и будет приносить, говорю, людям, которые будут эксплуатировать. То есть будет не ломаться. Процесс работы полностью автоматизирован. А в этом помещении управляет самим оборудованием. С помощью вот такого вот пункта управления и при нажатии на кнопку можно запустить так называемое сердце завода. Это сердце этого завода. Как происходит продукция? С помощью БСУ подается бетон, засыпается в бункера. Затем с помощью двух трансферкар этот бетон попадает в эту форму. Вот, снизу по линии приходит поддон. Пресс засыпается, получается, бетоном. Сверху ударяет планксон и готовая продукция уходит дальше, получается, по линии. Там попадает в сушильную камеру и после своей сушки оно уже идет на дальнейшее производство. Более 30% капитала, это примерно 800 миллионов тенге, в проект инвестировала Алматинская дорожно-строительная компания. Один из банков второго уровня помог с приобретением оборудования. Мы с огромным желанием профинансировали проект по приобретению оборудования АМАН. Особенно охотно, с большим желанием мы поддерживаем проекты, направленные именно на модернизацию приобретения основных средств в производстве и обрабатывающей промышленности. У компании есть свой железнодорожный тупик и при наличии спроса продукцию планируется отправлять в другие регионы страны. Рамина Мирзалимова, Арсен Сандыбаев, Телеканал Алматы. Иссык-Коль-Анракай-2019. Совместные тактико-специальные учения вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана завершили сегодня. Спецподготовка прошла на базе учебного центра Эдельвейс в горной местности. Боеготовность военнослужащих оценила Рамина Макаримова. Вооруженные силы Казахстана на этих учениях представляют две группы спецназначения и одна бронегруппа. Всего порядка 30 солдат. Военнослужащие двух стран на теории и практике прошли горную, тактико-специальную и огневую подготовку. А также подтянули знания и навыки в военной топографии и организации связи. Для командиров это отличная возможность подготовить личный состав, способный эффективно использовать стрелковое оружие, технические средства разведки и защитные свойства местности. К тому же подобные учения в полевых условиях укрепляют психологическую устойчивость и физическую выносливость. Так важным этапом стала горная тренировка. Солдаты качественно отработали упражнения по подъему и спуску с использованием страховки, а также передвижению в горах. В первую очередь на практике мы отрабатывали подъем и спуск в горной местности со страховкой. Мы выполнили все упражнения и поставленные задачи. Боевую готовность нашей группы оценили как высокую. Мы слаженно выполнили спецоперацию. Также мы ввели разведку в рамках специальной операции по локализации незаконных вооруженных формирований. Считаю, что такие учения закаляют боевой дух команды. Воинские подразделения двух стран в составе сводного отряда выполнили специальную операцию по подготовке и ведению разведки противника. Локализация незаконных вооруженных формирований. Учение из Сыкуль «Анракай-2019» позволило оценить реальную боевую готовность и слаженность подразделений двух стран в совместной работе. Наблюдаю подход разведывательного дозора, незаконного воинского формирования, количество числей боевиков. Как приняли прием, я берку. Следует сказать, что подобный формат совместной работы подразделений вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана практикуется на регулярной основе. В прошлом году в учении «Анракай-2018» приняли участие более 300 военнослужащих спецподразделений двух государств. Рамина Макаримова, Елизавета Акчурин, телеканал Алматы, Кыргызстан. Хлопок, хурма, грана, тыква и даже инжир. В Алматинской области местный садовник выращивает экзотические фрукты. Разновидные тропические плоды растут на пяти гектарах. Однако землю, которую мужчина арендовал у местных властей, пытаются отобрать. По словам сельчанина «Новые культуры made in Kazakhstan», в которую он вложил годы труда под угрозой исчезновения, Рамина Макаримова с подробностями. Каждое тропическое деревце Нурадин Макаримов выращивает с особой заботой, вкладывает всю душу и отдает все свое время. Непривычные для нашего климата инжир, гранат, хурма, имбирь и даже хлопок растут на пяти гектарах Тургеня уже пятый год. Кроме экзотических фруктов, садовод выращивает кукурузу по старинным технологиям. «Везде кукуруза растет только с двумя початками. У меня же 6-7 початков на одном стебле. Я их выращиваю по старинной технологии. Из Нидерландов приезжали специалисты, просили поделиться ею. Но я не раскрыл свои секреты. А вообще в мое дело никто не верил. Все отговаривали от затеи. Но у меня все получилось». Эти секреты агроном перенял у деда и прадеда, которые занимались ремеслом в Узбекистане. Сам Нураддин приехал в Казахстан из Каракалпакстана. «На земле Алматинской области вполне приживается любая культура. Все благодаря климату и влажности, считает Аксакал. Поэтому экспериментирует и выращивает особенные овощи». «Это выращенная мной дыня особенная. В Европе и Азии нет такого овоща. Ко мне сейчас приезжают клиенты из Италии и Кореи за этими дынями. Они обладают лечебными свойствами при бесплодии, болезнях желудка, желчного пузыря». Однако всех научных открытий, новых культур и экзотических фруктов «Мэйдин Казахстан» может не стать. Дело в том, говорит садовод, что у него отбирают земельный участок. «Десять гектаров этой земли мне отдал районный Аким. Сказал, что я человек науки и чтобы выращивал здесь культуры. Я этот участок не узаконил. Сейчас Аким поменялся, и у меня отбирают территорию. Хотя я столько сил и времени сюда вложил. Я высадил тут гектар хлопка, но всё взяли и срубили». В Акимате Янбекши Казахского района ответили, что садоводу в 2007 году предоставили пять гектаров пашни в долгосрочную аренду на 49 лет. Но последние годы, считают местные чиновники, Аксакал занимается культурами, неблагоприятными для выращивания в регионе. Однако специалисты этой отрасли, напротив, говорят, что появление экзотических фруктов в местности явление уникальное, потому как для тропических плодов нужен особый климат. В столице, к примеру, специально для этого построили теплицу. В феврале этого года там заплодоносил банан, но благодаря современным технологиям. В Оранжереи работает специальный климат-контроль. Содержание комплекса, к слову, обходится в 135 миллионов тенге ежегодно. Ремина Макаримова, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы, Алматинская область. Спасибо, что были с нами все это время. С вами был Рашид Ильясов. Всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин